Ну что, с праздничком, 9 мая, и что, слава победителям, как вам говорят. Но меня, я уже всех победил, сражение все происходит здесь, под Брестом, под яблонями, цветущими яблонями, и моя маленькая победа, в копилку вообще побед великих, это прорыв в любительском грибоводстве. У меня получилось таки вырастить строчок, строчки, причем на 9 мая уже первое плодоношение. Да, выглядит, ну, скажем, так себе, да, это еще первое плодоношение, ну, второе, наверное, было уже один раз. пару лет назад. Вот, ну, я сел сморчок и строчок, и были у меня сморчки. Сморчки, они с острым носом, такие, копьевидное тело, плодовое. Строчки, они такие, похожи на лепешку. Строчок именно гигантский, у него коричневое плодовое тело, строчка, строчок обыкновенный, кажется, у него темные, черные такие. Тела, он менее съедобен, ну, после варки потребляется в пищу. Ну, и есть некоторые токсины, которые не рекомендуют есть сырые эти грибы. А эти вполне себе. Строчок гигантский называется. У него белая ножка, в отличие от строчка обыкновенного, у которого ножка желтая. Такая с красноватым махистым оттенком, такая желтоватая. Значит, почему под яблонями и как вообще здесь все это удалось? Ну, грибы к столу свежие – это хорошая пища. Это и вкусное можно блюдо готовить. И пока у меня победа произошла с кольцевиком, постоянно три года едим кольцевики свои. На щеповой подушке. Сначала щеповая, сейчас опилочная. Дальше добавляю опилки. И еще присоединились, получается, строчки и вешенка. Ну, строчок, как я его занес, я увидел на щепе строчки в Минском ботаническом суду. Они ежегодно там бывают. Особенно они любят песчаные почвы. На песке, под лиственницами, я заметил, под хвойными, на опалой пихтовой лиственничной иглице. Прошлогодние, весной они уходят. Вот до конца мая. Нравится мне, что они никогда не бывают червивыми. Грибного червя в это время, видимо, нет. Но единственное, песок хрустит на зубах. Поэтому на щепе это лучший вариант, наверное. Меньше этого хруста. В том году было или в позапрошлом, я не помню. В прошлом или в позапрошлом было штук 7 плодовых тел. Именно с морщков. А вот строчки впервые. Щеповая подушка. Еще чем интересно, что здесь у меня работают и куры еще попутно. Они перемешивают. И питомник саженцев у меня здесь одновременно. Здесь и свежая сныть, и земляника летом. Земляничник прямо... Строчок растет в зарослях земляники. Пробивается сныть. Ну, сныть, да. Хорошая первая пища. Ну, и пришла мне такая идея посадить именно строчок. Я прочитал, что они растут в местах, куда сгребают падалицу фруктовую. Яблоки. Туда заносят грибницу. Я так и сделал. Именно со сморщком сделал. Строчок я тоже заносил. Я ножки и куски рядом с ножками цели заносил. Но не надеялся даже, что будет. И сейчас возникла идея, чтобы урезонить сныть, установить ее. Я сюда сажу малину тибетскую сейчас. На щиповую подушку. И делаю пеньки с вешенкой. Вот, кстати, вешенка. Да, можно подумать, что я только что посадил. Нет, я не только что посадил. Значит, здесь привезли дрова. Естественно, половина дров. Ну, не половина, одна третья была. Полая такие. Колоды не сделаешь, дуплянки никакие, скворечники, ничего. И пришла такая идея. Сделать штрихпунктирную дорожку, чтобы дети могли скакать. А внутрь зарядить вешенку. Это еловая и грабая. Вот это граб. Это ель. Купил батон зерна с грибницей. Стоит у нас копейки несколько долларов. 9 рублей белорусских. И целый год он пролежал у меня на кофейной. Здесь кофейная гуща переработана. Можно подумать, что это навоз. Но нет. Почему именно на кофейную гущу? Потому что у меня сама собой на кофейной гуще завелась вешенка. А потом куда-то вешенка пропала. Ну и я вот ее вот. Она тут поджаривается под солнцем. Если в тени, она лучше будет расти. У нас уже полючее солнце такое. И распространил мицелий. Разложил где-то на 7 частей. 7 пеньков. И снизу кофейная у нас вот такая субстанция. Тут чердаки. И вот она уже грибница здесь. Питается, подпитывается кофе. Ну и вот в этом замечательном царстве Макриц Многоножек мы видим, что вешенковая грибница пошла в еловый пень проникать. Я даже не видел, что другие. Не буду переворачивать, чтобы гриб все-таки не стрессовал. А снизу, как бы, чтобы это утопало, я посадил корневище сейчас тибетской малины. Она будет притенять, перерабатывать кофе и помогать вешенке. Тоже здесь притенять ее, чтобы было влажнее. Ну и плюс у нее достаточно неплохие плоды. Говорят, что водянисты. Нет, когда ей хватает тепла, солнца, то они вполне себе вкусные. Не хуже малины настоящей. Такой репортаж про грибы в саду, про любительское грибоводство. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, делитесь своими успехами. Ну и еще раз всех с праздником. С праздником в общем.